Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 12 января По одному из древних славянских календарей в этот период заканчивается неделя памяти про отцев По народному месяцу слову Анисья Порезуха, желудочница В этот день христиане чтут память святой Анисии Солунской Родилась в городе Солуни, Греция Третий – начало четвертого веков Стремительно проносится время Мужает январь, морозной силы и лютости набираясь А на матушку Анисью, холода и вовсе над землей повисли Не давая зимнему солнышку даже в полдень землю теплом обласкать На Анисью крестьяне готовились к Васильеву вечеру Резали свиней и гусей И готовили из них блюда к предстоящему празднеству Варили на Анисью и свиные желудки От этого день получил свое название Анисья – желудочница На сладкое готовили пышки и лепешки Считалось, что ребенок, родившийся на Анисью Будет хорошим плотником и охотником А по одному из древних славянских календарей В этот период заканчивается неделя памяти про отцев Род, семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь Восходящее семейное древо начинается с потомков и идет к истокам, то есть к предкам Нисходящее семейное древо, наоборот, берет свое начало с предков и продолжается потомками, то есть накопленный опыт передается нам, потомкам Вспомните, что изучает история Далее будем говорить наследие предков Наследие предков собирает, сохраняет и передает нам информацию о жизни людей в прошлом Значит, любое событие прошлого связано с людьми Поэтому человеку, интересующемуся наследием предков, необходимо знать о героях и событиях прошлого А герои этих событий – это наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки и далее Назовите их одним словом – предки Родные люди, родственники, род, от них произошел большой народ Детей родили, городили города и край родимый полюбили навсегда Имели родословную свою и защищали родину в бою Родней богаты, родич, брат и сват, родоначальник, предок дед Игнат Был и Иван, не помнящий родства, отродья, на века о нем молва Родник, источник жизни и начало всех начал, живой водою душу исцелял Твой дом, село и улица твоя, поселок, город, целая земля Народ один и родина одна, ты будешь жив, пока жива она Мы все одной с ней судьбой живем, земля, родная, мой родимый дом А сегодня кто-то может назвать хотя бы два-три поколения людей, с которыми его связывают родственные узы Память же о более далеких поколениях его предков исчезает навсегда Традиции собирать информацию о своих предках и хранить ее очень древние Она существует у множества народов в разных частях мира Так знатные европейские вельможи могли назвать по памяти 7-10 поколений своих прародителей А вот другие народы, которые некоторые называют антагонистами славянам Кропотливо вели летописи, включавшие десятки и даже сотни их родов Знать своих предков везде считается хорошим тоном Везде, но не в нашей стране За исключением, быть может, некоторых гордящихся и почитающих свой род Для многих становится открытием, что некоторые древние роды тщательно хранили сведения о множестве поколений своих предков Трепетно относились к ним и передавали следующим поколениям знания о своих предках Украшали их портретами стены фамильных замков и имели герб рода Они старались запечатлеть память об ушедших пращурах, свитках и родословных книгах Память существует в двух формах Во-первых, память людская, воплощенная, явная Это богатый, звучный, чистый русский язык Это задушевная, вольная песня Это былины, веды Это Пушкин, Достоевский и Шолохов Это картины живописцев и различные изделия древности Это колыбельная матери Семейные фотографии Это фронтовые ордена Во-вторых, память, которая живет внутри нас Она в душе, в нашем сознании и чувствах В нашей интуиции Еще где-то очень глубоко в глубинах родовой памяти И повезло тем, у кого она проснулась В этом качестве сознание выражает традицию, преемственность Связь человека со своей родиной и всем, что его окружает Проснувшаяся родовая память – это действенная любовь к родине Это сопричастность и ответственность Это глубокая вера Это долг Символы веры, завещанные предками Вызывают священный трепет Ушедшие в вечность герои Зовут к новым подвигам и свершениям Человек должен помнить, откуда он родом Зачем пришел в сей мир На чьих плечах стоит И что важно передать детям В настоящее время разворачивается борьба за человека Каким ему быть? Это или существо, живущее чужими мозгами В виртуальной реальности чужого мира Лихорадочно берущее что-либо без разбора Захваченное корыстолюбивым беспокойством Человек-компьютер Иван, не помнящий родства Готовый совершить преступления против близких ему людей Отца, матери, братьев Или ищущий, живой человек Человек с достоинством встречающий вызовы времени Человек, умеющий сострадать, любить, познавать Преобразующий этот мир Человек-гуманист Мечтатель, ученый, поэт Творец, созидатель Мы, взрослые, сами способствуем вытеснению памяти О наследии предков из сознания ребенка Потому что легко отказываемся от целых эпох Сначала от периода царской власти Теперь от советского периода А что и говорить о более далеких временах Мы выворачиваем все наизнанку И копаемся в грязном белье истории Договорились до того, что в наших учебниках Больше внимания уделяется участию и победам в Третьей мировой войне других народов Но вскользь говорится о Сталинградской битве Битве на Курской дуге О партизанском движении и его героях Вот эта пустота в памяти детей И заполняется чужими образами В виде человека-паука, аватара, звезд шоу-бизнеса Отвлекая их неокрепший разум От развития, от осознанного восприятия жизни Давайте помнить о том, что культурное наследие Должно бережно храниться и передаваться из поколения в поколение Нам необходимо исключить равнодушие к своему прошлому И не допускать искажения фактов нашего великого наследия Память – один из важнейших элементов истории и культуры Наследие предков не будет забыто, пока мы помним о нем Дмитрий Сергеевич Лихачев Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности Александр Сергеевич Пушкин Человеку важно знать свои корни Отдельному человеку, семье, народу Тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен Дороже будет взрастившая нас земля И легче будет почувствовать назначение и смысл человеческой жизни Василий Михайлович Песков Славяне, сохраняйте память обо всех предков родов ваших Ибо мудрые предки ваши есть могучие корни родов ваших Источник жизни и процветания родов ваших Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова